Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, первая встреча. По сути, мы ее как неделю открываем всегда на совместной технике, фундаменте и тех активов, которые нам с Виталием окажутся сейчас очень интересными, за которыми есть потенциал. Обо всем рассказываем, чтобы у вас было больше информации для принятия решений. Ну что ж, прошлый эфир был в среду, то есть буквально за несколько часов до выхода данных по инфляции от США и в прошлую среду мы еще с тобой успели разобрать выступление Паула перед Банковским комитетом Сената США, которое, как мы помним, не стало причиной укрепления курса американского доллара, поскольку, как сейчас уже по горячим следам или задним числом, объясняют фундаменталисты, интерпретируют новости, что его выступление было больше разочаровывающе, потому что от него ждали конкретики по срокам и количеству повышения процентных ставок и хотели еще получить подробности по сокращению баланса ФРС, о чем инвесторы сделали вывод, что это неизбежно и возможно скоро начнется после публикации декабрьских протоколов буквально две недели назад. Однако, что услышали от Паула, так это то, что он готов бороться с высокой инфляцией, но он не стал конкретизировать как раз, когда ставка будет повышена и сколько раз. И трейдеры остались, опять же, вариться в своих мыслях относительно того, что, может быть, все-таки в этом году четыре раза может будет. Хотя я свяжу за комментариями, прогнозами и выступлениями голосующих членов американского регулятора за последние две недели было много, ну, скажем, 90% точно за то, что ставка будет повышена три раза. Есть те, кто считает, что она может быть повышена четыре или даже пять раз, но это, опять же, из ряда кто-то должен сказать обязательно, обозначить сценарий, который даже малого варианта, но для как бы пищи, для фундаменталистов это тоже информация. И что касается данных по инфляции, 7% увидели, это максимум за последние 40 лет, базовая инфляция тоже рванула вверх очень сильно, 5,5% базовой инфляции без продовольственных товаров, национальные энергоносители. Честно говоря, в нормальных условиях, конечно же, было бы логично на фоне таких данных сказать, что ФРС реально облажался, когда ранее действительно каждый месяц нам говорил о том, что это все временное явление, ребята, инфляция потребительских цен сам с собой стабилизируется, быстро пойдет на спор. Но 7% уже. И проблемы, которые были источниками роста инфляция потребительских цен, это от проблем с логистикой, трудности с логистикой, если выросли в прочих порталок до высокого потребительского спроса, это все еще актуально остается. Поэтому я считаю, что 7% это еще не предел для потребительских цен, можем увидеть и еще выше. Давай к демонстрации экрана. У меня как раз индекс доллара открыт. Секундочку. Ну, по поводу того, что ты сказал, что они там ожидали, что это временная инфляция, да? То есть на что мы рассчитывали? Что на профессионализм вот этих ребят, да? Ну, как мы знаем, и как показывает история, они очень часто и часто ошибаются, скажем, в большинстве случаев. Что-то ожидают, что-то делают. И, скажем, есть рынок, который делает практически наоборот, вопреки тем ожиданиям, которые они делают, скажем. Да. Пресса, по крайней мере, сейчас лучше поздно, чем никогда, можно так сказать. Признал, что ошибался. То есть индекс потребительских цен растет и растет высокими темпами. Поэтому, как я уже отметил, вроде бы как готов действовать. Доллар на этом фоне. Вот сейчас, друзья, у меня открыт график индекса доллара. Я прямо ожидал, что мы какое-то время еще останемся в коридоре, который был сейчас в ноябре. Потом все равно прорвемся выше уровня сопротивления, там 97 пунктов, потому что доллар должен был, по идее, расти на фоне анонса ужесточения монетарной политики. Но этого не произошло. Более того, сначала нисходящий импульс после выступления Павла, а потом на данных по инфляции, ну вот вы сами все видите, друзья, ушли ниже 95 пунктов, сейчас 95 пунктов. Что это значит? Что будет с долларом дальше? Ну, есть уже версии, что, скорее всего, доллару не нужны или он просто устал уже от обещаний, анонсов, каких-либо там изменений в будущем и ждет непосредственно фактических решений. То есть будет повышение ставки в марте, тогда будет рост доллара. Очень много будет зависеть, тоже я согласен с этой точкой зрения, от итогов вот этого предстоящего заседания, январьского, которое совсем скоро, уже в следующей неделе. Ну, посмотрим, послушаем, что решил за последние, получается, две недели американский центральный, в кавычках возьмем, банк, как на него повлиял последний скачок инфляции. Это уже подтвержденный факт, что институт потребительских цен на максимум за последние 40 лет. И что будет дальше? Соответственно, до этих пор по индексу доллара, друзья, ну, будут неоднозначные настроения, поэтому новых сделок лучше не открывать. Я, кстати, в прошлый раз очень ждал, что должна была бы по идее среагировать пара доллар-иен. Ждал я все-таки, когда котируемся в уровне 115-40, что следует рост, следом за выходом дарут появляться. Но здесь обратная динамика, до отложки мы так и не дотянули, сейчас уже котируемся в уровне 114-36. Ну, сделок я сегодня локально давать не буду, но если кому интересно, моя точка зрения, если кто находится в сделках, в длинных позициях и, в принципе, нуждается в дополнительной информации или, скажем так, в том, чтобы кто-то подкрепил уверенность, правильно ли трейдеры делают, покупая американский доллар. Я, друзья, честно говорю, за то, чтобы доллар рос, но, как бы, мое мнение для глобального рынка, оно ничего не значит. Вы видите то, что видите, хотя фундаментально пара доллар-иена, как еще отмечали многие инвестбанки. Я, по-моему, уже на одном из прошлых эфиров говорил, делал отсылку на JP Morgan, на Citi, они вообще 118-19, все и практически уверены, что пара там будет. Короче, здесь нужно ждать разворота, но в новой сделке, опять же, я пока бы не заходил. Золото, которое, по прогнозам моим, должно было скорректироваться в районе 1800 долларов за тройскую унцию, и там уже можно было бы действовать, а тут не до что. В принципе, мы на тех же самых уровнях, что были во время нашего с тобой прошлого эфира в среду. Сейчас золото очень трудно, тяжело, потому что золото реально на госпутие, и хочется его купить из-за инфляции. С другой стороны, а если ФРС все-таки решит, что им нужно действовать более агрессивно с ростом инфляции, значит, они будут повышать процентные ставки. Это уже не позитивный фактор для золота, а негативный. И в таких условиях, я сегодня на своем брифинге говорил, друзья, можно положиться на индекс рыночных настроений. Сейчас, опять же, толпа затела в продажах, поэтому думаю, что золото, локальный рост еще вполне возможен. Поэтому, кому интересно, можно дождаться коррекции в районе 1815 долларов за тройскую унцию стоп-лосс на уровень 1800, и ждать уже, соответственно, в районе 1840-1850. Так, еще хотел сегодня про рынок нефти, который не многомесячный, а многолетний уже максимум. Потому что после пятничного роста и того, что бренд сейчас котируется в районе 86 долларов за баррель, конечно же, говорить о перекупленности этого актива, ну, это как минимум нужно обязательно. Очень сильно, без коррекции, забрались выше, и мне уже не первую неделю, признаюсь, хочется поймать все-таки вот этот коррекционный откат. И хочу связать его возможность с китайским Новым годом, с паломным гляндарем. Это 1 февраля там отмещается, и Китай ранее говорил, что буквально перед вот этим праздничным сезоном они продут стратегические резервы. Это все как часть тех мер, которые ранее были задействованы не только Китаем, но и ключевыми, прочими ключевыми потребителями нефти и инициаторами выступления США, продажей стратегических резервов. В Китае сейчас тоже нужно чего добиться, чтобы цены на них пошли вниз, чтобы параллельно с этим начал идти вниз рынок цен на топливо на внутреннем рынке, то есть чтобы бензин стал дешевле. И допускаю, что это может произойти, вот опять же, сразу же после того, как будет принято решение о продаже стратегических резервов. Две недели, по сути, остается, поэтому хочу предложить сделку, друзья, стелл-стоп с уровня 84.50 и тейк-профитом на отметке 85 и, соответственно, стоп-осом на уровне 85.70. Виталий, слово тебе. Спасибо. Так, у меня нет прав для демонстрации. Так, да, секундочку. Теперь это должно быть. Постоянно приходится активировать эту опцию, чтобы по умолчанию не сохраняется. Так, видно? Да. Итак, всех приветствую. Давайте разберем те идеи, которые я говорил на прошлой неделе. В принципе, у меня было две рекомендации. Это евро-доллар и фунт-доллар лимитки в шорт, но до лимиток мы не добили. То есть по евро-доллару я предлагал работать селл-стопом на уровне 1.12.50. Вот примерно мы здесь даже предлагал чуть выше поднять, в район 60. Но до данной лимитки мы не дошли и ушли наверх. По фунту-доллару аналогично было. То есть у нас был уровень 1.36. Мы находились выше. Я сказал, что выше уровня смотрится лонгий. И выставлял лимитку на возможный ложный пробой данного уровня. Но до лимитки мы не дошли и сходили наверх. По евро-доллару подытожить, если так, вкратце. То есть ранее активно я очень покупал евро-доллар. Рассчитывал практически я весь декабрь его покупал. Рассчитывал на рост до уровня 1.15. Мы практически сделали. Были спекулятивные продажи, скажем. Но достаточно сильно я ошибся на прошлой неделе. У меня были еще за прошлой неделе покупки. Я с них вышел и зашел, скажем, в шорт. Хотя здесь никакого шорта не было технически. То есть был какой-то момент, который меня сильно сбил. И поэтому здесь я получил лично такого лося по данному инструменту. Хотя очень хорошая была модель на покупку. Но, скажем, бывают такие иногда ошибки по инструменту. На текущий момент мне кажется, что рост, возможно, продолжится по евро-доллару. Поэтому с текущих, возможно, рассматривать покупку. Это у нас цены 1.14.20 со стоп-лоссом в районе 1.13.90. Будут ли тестировать данную поддержку 13.80? Посмотрим. Конечно, можно стоп-лосс пониже поставить, где-то в район 1.13.50. Желательно бы. То есть я вот так бы оставил бы его. Даже там 13.60 приблизительно. С расчетом, что евро-доллар, возможно, пойдет тестировать прошлонедельные хаи 14.80 и, возможно, выше. По поводу шортов по евро-доллару, аналогичный индекс доллара лонг, это при условии, если мы закроемся ниже уровня 13.80 импульсом, и там уже можно будет думать о возможном снижении по данному инструменту с возможными целями 1.11.80 и ниже. То же самое, если взять индекс доллара, он сломил вот этот восходящий тренд, пробил его, и сейчас идет такая борьба за данную трендовую линию. Пока мы ниже, аналогично, как и евро-доллар. Ну, там можно по-разному провести, если там более точно, по каким-то минимумам, то аналогично евро-доллар. Вот сейчас я переключусь. Если брать по этому максимуму за октябрь, то мы якобы сломили. Если брать за шпильку сентября, то здесь, в принципе, возможно, и ложный пробой рисуется этой трендовой. Я бы пока более уверен, если мы закроемся ниже 13.80, тогда больше будет заширт аналогичный индекс доллара. Если мы там сегодня-завтра как-то будут поджимать наверх и закроются выше 95.55, то в таком случае будут переключаться на покупки по индексу доллара. Что с этих покупок получится? Новые хаи или какая-то небольшая коррекция? Время покажет. Дальше, что еще по фондовому рынку США? Говорил я на прошлой неделе, что есть у нас сильная зона сопротивления 47.12, 47.40. Пока выше ее никак не пускают и пытаются, снова подошли к глобальному, скажем, тренду. Этот тренд у нас образован, я уже в прошлый раз говорил, за последние полтора года. Поэтому такое ощущение, что его хотят продавить. Здесь, возможно, два сценария работы. Первый – это на пробой, возможно, пятничного минимума, то есть, возможно, поставить селф-стоп 4.600, со стоп-лоссом 50 пунктов. Это первый вариант. Второй вариант – зайти по лучшим ценам. Но это, если дадут откат где-то в район 47.00, но это уже нужно посмотреть, как закроется там сегодня-завтра дневка. Напомню, сегодня выходной в США, да? Да. Этот день лютера. Да, да, да. Поэтому будет ли сегодня снижение? Фьючерсы работают, акций нет. Ну, посмотрим, как там будет. Возможно, ближе к среде, там, повыше. Но пока предлагаю зайти через селф-стоп по данному индексу. По другим индексам аналогичная ситуация. Ну, в принципе, это все, что касается рынка. По золоту тоже пока за лонг. Наверное, до минимума, я не знаю, спустится ли, там где-то лимитку выставил. Возможно, текущих будут расти, как евро-доллар. Ну, посмотрим, то есть, что здесь рисуется. Возможно, сильные лонги из следующих текущих рассматривать покупки на пробой 1830. Ну, скажем, вот так. Пока я думаю. Да, да. Это что касается рынка. По поводу таких моментов, новостей проходят. По поводу статистики, которую мы уже забыли, коронавируса. На днях выступал этот губернатор Нью-Йорка, там, женщина одна, и сказала, что статистика, скажем, умерших от коронавируса, которая была раньше, там, в прошлом году, позапрошлым, она сильно завышена, и нужно эти данные пересматривать. Это по штату Нью-Йорк, да, завышали эту статистику. Ранее, напомню, Италия аналогично. Та статистика, которую мы знаем, это самая худшая статистика в Европе была. В Италии они тоже признали, что статистика ошибочна, и нужно где-то на процента 80-90 уменьшить эту статистику, идет пересчет. Аналогично идет в Англии и в других странах некоторых. Это по поводу, скажем, вот таких моментов. Почему? Потому что, ну, там велась небольшая дискуссия с одним подписчиком, который нас смотрит по поводу этих данных. Он там приводил данные по своему городу. Я, в принципе, могу тоже сказать по одному небольшому городу, который, в принципе, идет, скажем, работа по всей Европе через этот город, ну, скажем, перелеты, там, работа и так далее. И, скажем, там статистика по этому городу, ну, очень хорошая. Там практически она на нуле, да, по поводу того, о чем мы говорим. Поэтому та статистика, которая там приводится, мы не знаем, она реальна или нереальна, скажем, в таком формате. Поэтому вот так как-то. Ну, пока у меня все. Посмотрим. Ну, еще такой момент. Недавно один смотрел одного аналитика, который говорит, ну, вот это все заканчивается, наверное, ну, оно идет так на, скажем, на снижение вот этот весь негатив. И чтобы народ не расслаблялся, нужен еще какой-то один триггер такой. И рассматривается как вариант, возможно, хакерская атака на всю банковскую систему в мире, чтобы обнулить банковские счета, скажем. Это, в принципе, это легко. Недавно даже проводились, этот был, как это, учение, да. Там проводили где-то 10 крупных мировых стран. И, в принципе, там получилось хакеров это сделать. Ну, скажем, учебный формат. Я думаю, что они немножко опоздали с этим, потому что самых крутых хакеров вроде как посадили на прошлой неделе. Поторопились они. Ну, скажем, есть такие были учения. И посмотрим, ну, что-то, какой-то триггер будет в 2022 году. Потому что, скажем, народ нужно все время в тонусе держать, чтобы они не расслаблялись. Ну, согласен, да. А насчет последствий ковида у меня есть собственный индикатор того, когда все эти последствия, они останутся в прошлом, и ситуация нормализуется. Это когда в новой машине начнут доводчики дверей ставиться. Вот пока этого не происходит, для меня влияние всех штаммов и вообще пандемии остается показательным, демонстративным и ощутимым. Ну, в общем, это так, на уровне бытейства потребительства. Ну, и есть еще один момент такой по поводу каких-то дискуссий на эту тему. Это достаточно сложно. Это, как, скажем, вести дискуссию на эту тему, это сродни, как вести дискуссию на тему там религии и еще каких-то моментов. Я вот за последнее время вот так, ну, у меня два направления моих знакомых, да, которые в это, скажем, сугубо, скажем, за это, и другая часть там против этого, да. И если человек на какой-то стороне, все, там, склонить его на другую сторону, то есть это практически бесполезно, и это заходит в тупик. Но почему я веду все время на эту тему дискуссию? Потому что если бы, допустим, определенная часть населения в мире не трогали, то все нормально. Но когда ту часть населения, которую там делают обязательно, да, то есть, ну, это, как говорит один человек, вот если волчонку, да, позволить что-то сделать, то он себе позволит еще больше. А если ему дать по носу, то он, скажем, подумает в следующий раз, сделать это или нет. И еще был, кстати, случай. В Франции недавно один миллионер умер от вакцинации, и дети хотели от страховой компании получить выплату, ну, больших денег. А там сказали нет. Они подали в суд. А суд сказал, что это экспериментальная вакцина, поэтому... Интересный случай, да. Да, да, то есть, да, много врачей, я особенно много врачей изучаю с России и с Америки, которые приводят до достаточно такие весомые причины, поэтому стоит изучать эту тему. Но как минимум за эту ситуацию мы с тобой вместе продолжим следить, потому что хочешь, не хочешь, ну, рынок, трейдеры, инвесторы, спекулянты, они в каком-то формате этой темы касаются каждый день. Если нет новостей, то всегда точно можно найти, что кто-то объяснит либо ростом опасений насчет новых штаммов, либо, наоборот, с снижением. Ну, и, соответственно, реакция для риска, она абсолютно противоположна. Спасибо тебе, Виталий. Все, пока. Недель только начинается. Классная неделя, и, соответственно, до следующего эфира в среду еще раз обсудим, что там с долларом произойдет, с рынком нефти прям очень интересно. Ну, хочется, конечно же, увидеть коррекцию. И за поддовым рынком также понаблюдаем. Пока. Все, пока, удачи.